Добрый вечер, как вы видели. Итак, напомнить, схематично постараюсь уложиться, даже сократить немножко дистанцию. Группы риска, которые на 2016 году Европейской Ассоциацией Урологов приняты. Значит, помните, что такое низкий, уже о нем мы говорить не будем. А промежуточный, это вот тема, как говорится, моего топика. Это когда ПСА 10-20, Гликсен 7-ка и категория СТ-2Б. И высокий, вот это вот наша проблема с вами на сегодняшний кусочек вечера. И рекомендации, какие на сегодняшний день по больным этой патологией. Итак, промежуточный риск лечения гормона... Прошу прощения. Гормональная терапия 4-6 месяцев плюс комфортная лучевая терапия. Мы будем вести речь о таком комфортной лучевой терапии. Доза 7,6-7,8 в рейн. Ну, это оптимальная, то есть рекомендуемая доза. И высокий риск, как гормональная терапия до 3-х лет плюс комфортная лучевая терапия. Это тоже было специально в публикации нынешнего года, кто был в минутке или читал. Итак, значит, здесь представлены результаты гормонно-лучевой терапии у больных раком предстательной железы. Ну, видите, цифры вполне впечатляющие с точки зрения по набору. И группа 1 и 2. Группа 1 это комбинированное лечение. А группа 2 это, как правило, монотерапия, лучевая терапия. Срок наблюдения. Я в конце сделаю еще ремарку по поводу сегодняшних сообщений. Ну, вот, по крайней мере, здесь от 7 до 15 лет. Ну, и разница выживаемости без биохимического рецидива и общая. Ну, и так вы видите, что преимущество, в общем-то, при комбинации гормональной и лучевой терапии. В общем-то, это не вызывает сомнения на сегодняшний день. И все авторы придерживаются такого подхода. Итак, современные технологии с дистанционной лучевой терапией. Это 3D-комформная лучевая терапия. Это лучевая терапия с модуляцией интенсивности. И лучевая терапия с визуальным контролем. Ну, большинство здесь урологов, хотя больше сегодня радиологических терминов и слов говорило, и хвальбы. Тут уже Александр Константин подчеркивает. Значит, комформная лучевая терапия на сегодняшний день. Что и для чего? Основное условие – это создание объемного дозного распределения, максимально приближенного к форме мишени трех измерений. Вот те коллеги, которые выступали и ратовали за любой из видов лучевой терапии, о котором говорили, вот они это условие не знают, не выучили еще до сих пор. Тогда можно только говорить, что кибернош уже решил все проблемы. Высокая доза в объеме мишени – это увеличение локального контроля, улучшение выживаемости. Низкая доза в органах риска, меньше осаждений. Вот институт предстоятельной железы, значит, как строятся поля, ну, еще что-то дальше посмотрим. Лучевая терапия с модуляцией интенсивности. Что это такое? Это улучшение доставки опухоль вблизи органов риска. Вот здесь показано поле, какое выбрано, да, и как можно сюда, вот в красном, да, как можно другим путем, кроме комфортной лучевой терапии, сформировать. Подведение традиционных доз с меньшей токсичностью, проведение более высоких доз без увеличения токсичности и при необходимости изменения интенсивности излучения в пределах поля, облучения рецидивов опухоли. Практически этим не занимаемся, но вот эта вот картинка, она показывает, как формируется поле в случае вот такой вот задачи, которую ставит уролог, в первую очередь, радиолога. Ну и лучевая терапия с визуальным контролем. Я хоть не радиолог, уролог, как большинство сидящих здесь, но знаю, что, как правило, наши радиологи, они начинают вот с этого вот, а потом уже сравнивают с компьютерной томографией, с той разметкой, которая проходит. Это визуализация мишени в режиме реального времени, коррекция положения мишени и минимизация неточности подведения дозы. Вот такие вот современные технологии комфортной лучевой терапии, они позволяют делать, решать те задачи, еще раз подчеркиваю, которые ставят урологи в зависимости от каждой клинической задачи. Ну и вот опять же результаты сравнения, применения. Они не андомизированы, это данные литературы, 3D-комфортной лучевой терапии, это вот они вот досюда, в этом с обликом ограничены, и технологии АМРТ, АЖРТ. Ну и вот можно понять, что биохимически без рецидива, здесь данные представлены, они также говорят, но здесь не сравнивается, потому что это, так сказать, определенные этапы. Но вот 3D-комфортная лучевая терапия, видите, значит, преимущество ее в течение различных сроков, на и 70 месяцев, и 9 лет, явно видны по сравнению, так сказать, с другими методами. Ну, я представлю часть нашего материала, их порядка 300, но, честно говоря, что вы успели обработать, потому что в этом году столько всяких конференций, что некогда ей заниматься. 91 больной раком предстательной железы, возраст 64 года, по системе ТНМ пациенты складывались до Т2С21, Т3-25, ну, и все, естественно, больных были без видимых научными методами отдаленных и региональных метастазов. Морфологическая характеристика. Сумма Грессона у 24-6, 47% а Грессон 7, и далее, так сказать, оставшийся. Уровень ПСА до лечения составил в среднем 28, то есть от 1,64 до 132 нанограмм. Ну, это то, что, так сказать, характеризм для мест расстаненного рака больных предстательной железы. И средний объем железы тоже 35, от 9 до 110 сантиметров кубических. Лучевую терапию проводили на фоне гормональной терапии, а по аналоге на логеря. Мы, как правило, начинали с отчета, но в ряде случаев для уменьшения поля, но это не столь важно, даже проводили трехмесячных, или это больные, которым проводилась гормональная терапия, как правило, по месту жительства, 3-6 месяцев от кого не приходят за помощью дальше, когда видят, что не все так делается, как надо. Средняя длительность терапии, я уже говорил, до 28 месяцев. И большинство пациентов на данный момент продолжают гормональную терапию. Значит, курс среди комфортной лучевой терапии на электросинерджи, тормозное облучение и средняя доза 74 грея. Ну и результаты. Запланированный курс лечения проведен в полном объеме. Собственно, мы здесь оцениваем непосредственно результаты и непосредственную токсичность. Вот, за этот период наблюдения, который около трех лет, ни в одном случае не потребовалось перерыв в лечении. Это уже важно, потому что дистанционная лучевая терапия, вот, у нас есть отделение лучей лечения повреждений лучевых. Мы видим не то, что там перерывы лучевые, а с какими, извиняюсь, дефектами и спереди, и сзади поступают больные после лучевой терапии. Период наблюдения состав, я уже говорил, в среднем около двух лет, до 40-36 месяцев. Надир ПСА после проведения ДЛТ был в среднем на девятом месяце наблюдения, потом мы раскинем, естественно, до 6-9 месяцев. Вот, ну и показатель Надира составил в среднем 0-0-65. Это вот важный показатель, если на девятом месяце, ну, конечно, если на трех, на шестива, это нет. А вот, по крайней мере, если в год больной на 12 месяцев наблюдается и надиры вот такие, то прогностически это имеет большое значение для больного с точки зрения периода наблюдения и удлинения безрецидивного периода. Лучевые повреждения, второй важный фактор, то есть, обеспечение качества жизни пациента, вот, это с лучевым рептитом 4%, 4% степень тяжести портов 4% состава также, вот, количество с лучевым тсс там 5% и с лучевым рептитом 2-3% там 1 больной. Все лучи, да, лучевые реакции, что очень важно, вторая степень, ну, вторая степень, что так сказать, напоминает, это геоучащенная мочеспускание лекарь для рептида до 5 раз по учащению стула и появление крови в моче, также и при дефекации, вот, но эти все лечения, конечно, они были выполнены консервативно у этих больных и не требовали никаких дополнительных хирургических, скажем, мешательств. Ну, результаты, значит, я уже сказал, что у трех пациентов от лучевых повреждений, а у трех на этот период выявлен процентом выявлен биохимический рецидив, средний уровень ПСА на момент рецидива состава 4,8, время до появления биохимического рецидива после завершения состава в среднем 19 месяцев. Заперед наблюдение выявлено признаков клинического рецидива, хотя, откровенно говорю, что период это невелико, там на следующий, думаю, встречу наших мы пятилетние более результаты представим, и все пациенты тоже живут, но я думаю, не так легко, пока не наблюдается. Ну, и заключение, что сказать, гормон лучевого лечения при раке предстательной железы, промежутие высокого риска имеет значимое преимущество в сравнении столько гормональной терапии или столько лучевой терапии, современные технологии дистанционной лучевой терапии, в лечении рака предстательной железы, амертые горти, значит, это показывает лучшее соотношение по отношению с точки зрения эффективности и токсичности. У меня все. Я думаю, что я имею две минуты всего, Борис.